Всё, свобода. Не идёт. Смотри, вон мамка твоя ходит. Иди к мамке. Вот, признал мамку, мычит. Не понимает, куда выйти надо. Давай, давай, выскакивай. Ой, ревёт. Ну иди к мамочке, иди, не бойся. Боится. Толстяк, устал. Все устали, и он устал. Куда ползёшь-то ты? Уже порвал электропастух. Вон уже таскает его. Понёсся. Порвал. Вот гонки у нас сегодня. С этим пучком. Куда бежишь? Куда? Стоп. Стой, 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 стой. Это что такое? Да, вот оно, 11 мая. Вроде как весна. А похоже, что ноябрь. К зиме идёт дело. Вчера мы выпустили болтика в огород с кнопой. Сегодня они тут у нас живут. Сено едят. Спрятаться можно от снега. Сухо у них здесь, чисто. В общем, хорошо здесь им живётся. Болтик вроде попривык к электропастуху. Ну, ждём. Ждём пастбищный сезон, чтобы выпустить всех на пастбище. Всё, угнала галок за электропастух. У этих-то, видимо, тоже сена уже нет. У девчонок-то в огороде. Они вон тут тусуются. Тоже надо сено закатывать. Тебе там тоже доедают уже. Ставим на место батарею дисков. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У нас грязюка Уже неделю или вторую неделю идут дожди Уже не помню сколько То дождь, то снег И вот так у нас у коров уже все грязно Все намесили И рулоны возить тоже грязно Но никуда не денешься Нужно возить, потому что кормить-то чем-то нужно И вот Вова месяц грязь Вроде как на следующей неделе нам обещают потепление Тогда подсохнет, но Неделю мы не продержимся без рулонов Здесь в саду у коров остался один рулон Здесь еще к навесу Даша с Кузиком у нас тут сидят Тоже подвез рулон Плюс еще в огород подвез рулон И сюда еще нужно хотя бы Три рулона привезти Мы с Мурзиком вышли подсеять пастбище немножко Ну совсем чуть-чуть Вот такие места Проплешины я хожу Немножко подсеиваю У меня есть пакетик небольшой Рейграса многолетнего пастбищного Вот я его решила подсеять Ну кто-нибудь может посмеяться Что мне такое поле не засеять Ну если не посеешь, ничего и не взойдет Если в пакете лежать семена будут Так ничего и не взойдет А так взойдет, не взойдет Посмотрим Да, Мурзик? Может что-то Нашим манькам будет поесть А тут уже все Вся трава исходит Выпустили кнопку с болтиком в сад Кнопа как всегда Выясняет отношения Показывает, что она тут главная А болтик трусишка Ой, неужели понюхались? А то друг от дружки бегали Ой, опять испугался Ну ты болтик Редактор субтитров Завезли еще вон в сад корову. Днем они паслись, вечером, чтобы у них сено еще было. Перешла Кнопа с Болтиком, да. Переехала в сад. Да, Болтик? У Болтика теперь много друзей. Неплохой, видимо, рулон попался, но поест. Три коровы с телятками у нас пошли пастись. И еще один бучок. Нас остались под навесом только Даша с Кузиком. Остальные все вышли на пастбище пастись. Да, малявочки? Все привыкают первый день к пастбищу. Еще все страшно. Еще все ново. Ну, вот как хорошо теляткам резвится. Ну, и что вы думаете? Отправили мы их пастись. Пять минут они сходили. Траву пощипали, которой почти нет. И пришли обратно к сену. И теперь опять торчат в загоне. Только мы думали с мамой, что они сейчас выйдут на траву. И станет полегче. Нет. Они приперлись обратно к сену. Травы, потому что очень мало. Коротенькая. Есть нечего. Вот мы и приперлись обратно к сену. Кстати, вчера мы взвешивали вот эту нашу самую толстую корову. Ночку. Весит она у нас уже 600 килограмм. Еще в прошлом году она была 570. Нынче она уже 600. Вот так она у нас отъелась на сене. Ну, конечно, на траву выйдет. Наверное, опять схуднет. Ноча, это не твой теленок. Это болтик. А, ты с болтиком-то еще не знакома? Ноча, это невеста. Это болтик. Я понимаю, конечно, он тоже коричневый. Но твоя вон там. Скворцов гоняет. Все, уже начались, полезли мошки. Уже начинает кусать их бедных. Пора доставать цифлунит и всех вас обрабатывать. Вот только телят не знают, чем обработать. Каждый год эта проблема встает с телятами. Цифлунит им еще рано. Они еще маленькие. Кто чем обрабатывает. Ну, в общем, вот так у нас дела. Вроде бы пастбищный сезон открыт. Но все еще сидят на сене. На пастбище не ползут. Всем привет. Мы выехали работать, чистить поле. Откормить. Иди эти корни. Так ты их уже... Телеги, короче, кидаем. Сейчас я покажу эти корни. Вот они. Эти корни. Вот это наше новое поле на этот год разработанное. Вот то, что успели. То, что успели осенью. Сейчас у нас предпосевной субботник. Мы убираем корни. Потому что все равно вот такие вот елочки остались. Корни даже. Сейчас показать-то не могу корни. Вот Вова носит корни. Остальные остатки. Да. То, что осталось. Здесь Вова закрыл влагу культиватором. Получается, что сверху-то вроде как бы высохло. А копнешь, внутри-то там сыро еще. А в прошлом году я делал не так. В прошлом году я сразу похотеть дисками не взял. Да. В прошлом году неправильно делал. Ну и в прошлом году мы не ожидали, что будет такая засуха. А в этом году может все наоборот будет. Может и зря закрывал. Но хотя все равно не зря. Влага останется в земле. Вот так вот Вова переезжает с места на место. И мы собираем корни с поля. Корней на этом поле, конечно, больше, чем в прошлом году. Я не знаю, наверное. Наверное, это долго будем собирать. Продолжение следует... Это еще не все. Это еще только половина. Малая часть. Малая часть, да. Начался у нас сезон. Лосей, так скажем. Опять собрали электропастух. Я ходила проверять. И вот верхний провод у нас далеко в лес ушел. Сейчас вот я буду тянуть. Конечно, не видно, но где-то далеко-далеко в лесу утащил. Утащили лоси. Почему лоси? Потому что только верхний провод порван. Нижний не порван. Здесь вот порвана нитка в этом месте. Почему мы еще натягиваем нитку? Чтобы сразу было видно, где обрыв. Второй день. Все пасутся. Вчера я их всех обработала цифлунитом. Чтобы мошки к ним не так сильно лезли. Не хватает только Кузика с Дашей. Остальные все пасутся. Сегодня пасмурно. Ветерочек. Мошек почти нет. И они спокойно пасутся. Кузик пока сосет. Расскажу вам про Кузькину мать. Про Дашу. В прошлом видео я рассказывала о том, что мы делали Дашу тест на мастит. Реакция была в одном соске не очень хорошая. И мы сдали пробу молока на бактериологический анализ. Бактериологический анализ выявил у нас слабый рост стафилокока. В лаборатории была сделана реакция плазмокоагуляции. Выяснилось, что это не золотистый стафилококк. Не контагиозный. То есть не заразный. Но при этом, раз соматические клетки у нас были выше нормы, мы решили Дашу пролечить. В лаборатории нам сделали подтетровку на антибиотики. Выбрали мы в этот раз антибиотик лексофлон. Ставили мы курс антибиотика внутримышечно. 5 дней. На первый день мы ставили еще тканалин подкожно. Тетровит 10 мл внутримышечно. И на пятый день то же самое. В тех же дозах тканалин 5 мл подкожно. И 10 мл тетровит внутримышечно. Также на 4, 5, 6 день непосредственно в сосок мы вводили шприцы противомаститные и мастигард. 3 шприца. 3 дня 3 шприца. 1 раз в сутки. И спустя 5 дней после последнего шприца, который ставили внутримяно, мы сделали снова тест на мастит. Тест на мастит стал немножко получше. Но соматические клетки еще выше нормы. Но будем повторять этот тест, наверное, спустя уже 2 недели. Поскольку сразу же соматические клетки не приходят в норму. Но Кузика мы уже подпустили к этому 4 соску, который был больной. Потому что молока ему уже не хватает. 4 день он сосет этот сосок пролеченный. И вроде бы все в порядке. Диареи у него нет. Сул у него, как и был, нормальный. Поэтому думаем, что мастит мы Дашу уже вылечили. Так, вот столько я молока у Кнопы сдаила. Естественно, я сначала вымя помыла. Вот у меня средства для мытья вымяни. Вот у меня салфетки одноразовые. Вот этот у нас вот болтик. Нынче чистоплюй такой. Если у мамки вымя грязное, он не сосет. Какой бы он голодный не был, он его оставит. Сосать не будет. Вот такой вот у нас чистоплюй нынче растет. Вот эту неаккуратную корову кнопку я подоила только что. Вот этот вот сосок у нее был абсолютно вот здесь твердый, набухший и грязнючий. Мыло-мыло. Сколько смогла, столько отмыла. Сейчас намазывала уже матью. Вот так вот приходится поддаивать нынче. С этим чистоплотным теленком. С одной стороны молодец, а с другой стороны мамке плохо делаешь. Вымя может заболеть. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Девчонки в шоке. У них навоз украли. Девчонки в шоке. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Большими темпами.